Всем привет-привет! Этой ночью наша орхидейная группа ВКонтакте преодолела рубеж в полторы тысячи человек. Группа называется «Зрим в корень орхидейный». Если вы еще не там, приходите, участвуйте в нашем розыгрыше и оставайтесь с нами, если наши правила участия в группе вас устроят. Мы давно уже с Ирой обещали, что как только эта планка полторы тысячи подписчиков будет преодолена, мы устроим розыгрыш двух таких призов-сюрпризов по одному призу от каждой из нас. И тадам! Сегодня этот день настал. Я опубликую видео на канале. Ссылку на него я вставлю в пост о розыгрыше у нас в группе. И нужно соблюсти будет несколько простых правил для того, чтобы стать участником этого розыгрыша. Я устроила недавно опрос в группе. Говорю, ребят, вот приз от меня. Сижу, обдумываю. То ли это будет традиционный сидерей джапоника Минмару, то ли я вот обзавелась красиво цветущими фаленопсисами. Может быть, их разыграем. И буквально несколько человек проголосовали за цветущие фаленопсисы. А все остальные были за то, чтобы еще одна сидерей джапоника Минмару была разыграна от меня. Ира выбрала сложно сочиненный приз, о котором, конечно же, тоже сегодня скажу. Итак, мой приз сидерей джапоника Минмару. Отправится она к победителю в пластиковом горшочке с посадкой обновленной, в которой сидерей чувствует себя очень хорошо. У меня уже не один экземпляр в этой посадке выдавал цветоносы. И вот сейчас как раз я жду очередного распуска. Так что, ребята, кто получит от меня эту сидерейку, имейте в виду, ее пересаживать не нужно в ближайший год точно. Ну, только если эстетическая сторона вопроса вас не устроит, да, и вы захотите посадить ее куда-то еще на блок или в дышащую керамику. Не важно. Ну, короче, здесь от меня никакого, получается, сюрприза нет. Я, по-моему, эту сидерею разыгрываю, где только я ее не разыгрываю. Когда в нашей группе было первых 300 человек, я разыграла сидерею джапонику Минмару. Потом у нас было много лотерейных розыгрышей, где за 70 рублей можно было выиграть вот эту красоту. Несколько розыгрышей было на Новый год, и один, по-моему, в районе 8 марта был, не помню. И сейчас в нашей группе ВКонтакте проходит игра. Она растянулась на все лето, и, наверное, мы еще и осенью будем доигрывать в нее. Игра называется «Купи кота в мешке». И там тоже люди приобретают коробку с орхидеями определенной ценовой категории, которую они выбирают. И о том, что их ждет в этой посылке, они узнают только, когда получают на почте эту посылку. Но в каждую входит сидерея джапоника Минмару. Так что, если вы азартный архаман, присоединяйтесь к нам, играйте вместе с нами. Ну, а сейчас покажу Ирин Приз, и сразу скажу, он габаритный. Он не влезает в посылочку от СДЭКа, даже в Эль, даже по диагонали. А если и влезет со скрипом, то стоимость этого отправления будет ужасающей. Вот, изначально мы вообще решили, да, вот Ирин Приз, там куча вкусняшек. Это крымские чаи, я их обожаю. Ира в каждую посылку у меня их кладет. Это баночка с медом и дендробиум. Дендробиум Нобели. Видите, у него горшок. Ира будет отправлять вот в этой посадке после просушки. И горшок, он помешает этому растению влезть в размер коробки Эль от СДЭКа. А почта России в Казахстан и в Беларусь не шлет. Только СДЭК. Изначально мы решили, что вообще розыгрыш делаем только для подписчиков из России. Но потом передумали. Все-таки это жестоко лишать людей возможности принять участие в розыгрыше и выиграть приз. Поэтому мы построим розыгрыш таким образом, чтобы если кто-то из Казахстана или из Беларуси выиграет один из призов, то это будет сидереть джапоника Минмару. Она поместится в коробочку С от СДЭКа и благополучно доедет. Мы уже проверяли и в Казахстан, и в Республику Беларусь СДЭК доставляет. Средний срок доставки от недели до двух. Абсолютно нормально. Орхидеи себя чувствуют даже в 40-градусную жару, как недавняя отправка в Казахстан показала. Ну и теперь об условиях участия в этом розыгрыше. Во-первых, вы должны быть подписаны на данный канал. Во-вторых, вы должны быть участником нашего сообщества ВКонтакте, который называется Зрим в корень орхидейный. Часто приходят вопросы, а если у меня нет ВКонтакте? Ну, значит, нет. Ну, у меня другого варианта нет. Понимаете, розыгрыш мы проводим в нашем орхидейном сообществе, а оно базируется именно на той площадке. Итак, нужно быть подписанным на канал, нужно быть участником нашей группы, потому что когда рандомайзер выбирает участника, он выбирает участника только среди членов сообщества. Никаких других вариантов нет. Далее вы должны будете сделать у себя на стене ВКонтакте перепост той записи, которая будет опубликована в нашем сообществе. В этой записи будут прописаны текстом все условия еще раз, и будет прикреплена ссылка на то видео, которое вы сейчас смотрите. Так вот, тот пост в нашем сообществе нужно будет перепостить у себя на стене и закрепить его на одном из первых трех мест. И мы с Ирой так решили, что 12-дневный срок будет вполне достаточным, вот, и после истечения этих 12 дней розыгрыш будет проведен независимым рандомайзером. У меня на канале есть плейлист, в котором собраны все розыгрыши наших лотерей и так далее. Если кто-то хочет посмотреть, как это все происходит, то приходите туда. Также у нас в ВКонтакте есть ссылка, есть метка такая, да, можно по ней пройти и посмотреть все предыдущие розыгрыши лотереи, призов и так далее. Условия абсолютно несложные для выполнения. Единственное, предыдущие розыгрыши лотереи показали такую интересную вещь, как неумение людей сделать перепост чужой какой-то записи или своей. Причем профили далеко не новые, люди давно в ВКонтакте, но даже такими простыми функциями пока еще пользоваться не научились. Ребят, рассказываю, под любой записью, которая опубликована у вас на странице или где-то в другом сообществе, или на страницах ваших друзей, есть несколько опций. Поставить лайк, что называется, написать комментарий и стрелочка. Вот когда вы нажимаете на эту стрелочку, у вас выпадает опция или поделиться этим постом с кем-то в личку, да, отправить это сообщение кому-то из своих друзей, или поделиться этой записью у себя на странице. Выбираете поделиться у себя на странице. Запись тут же опубликовывается у вас. Вы идете к себе в профиль, находите эту запись. И справа вверху, справа над этим перепостом, там есть такие точечки. Вы нажимаете на них, и у вас выпадает куча разных опций. Что сделать с этой записью? Ее можно закрепить, ее можно удалить, ее можно отредактировать. Так вот, вы выбираете опцию «Закрепить», и запись закрепляется у вас на стене. И потом, какие бы записи следом за этим перепостом вы не делали у себя, какие бы фотографии вы не опубликовывали, эта запись закрепленная всегда будет на первом месте. Или на одном из первых трех мест, если вы делаете три перепоста, например, из трех разных сообществ. Все элементарно, все ищется, ну, хотя бы даже методом тыка. Вот, поэтому приходите к нам, читайте правила группы, прежде чем в нее вступить, потому что если правила группы вас не устроит, то рано или поздно мы все равно с вами попрощаемся. Вот, читайте, смотрите, как устроено вообще у нас там все. То погуляйте по нашим альбомам, они периодически меняются, усовершенствуются, добавляются. Вот, посмотрите вообще, как происходит обсуждение каких-то проблем, которые возникают у членов нашего сообщества. Короче, прежде чем писать кому-то из администраторов в личку, а я у вас тут ничего не понимаю, просто попробуйте сами разобраться. Еще раз скажу, в нашей группе мы в детский сад не играем. У нас нет оплачиваемых модераторов, администраторов, которые бы могли сидеть и каждому новому члену сообщества рассказывать, как опубликовать запись. Никак. Как получить ответ на свои вопросы. А вот там вот ссылочка, читайте. А у меня листик загнил, а вот вам темка, а у меня тут пятнышко на шейке, а вот возьмите вот так-то и так-то обработайте. Все это уже есть, все это залито на канал, все это в группе опубликовано и так далее. Поэтому наша группа для тех, кто хочет научиться сам, а не ищет воспитательницу, учительницу, подпорки какие-то, да, и круглосуточный филиал Гугла орхидейный. Все, ребята, на этом я с вами прощаюсь. Всех целую еще приду. Увидимся на моем канале в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok